Отопительный сезон обсуждался сегодня и на видеоконференции с главами муниципальных образований. Министр строительства еще раз привлек их внимание к нерешенной пока проблеме. Те, в свою очередь, оправдывались как могли. Долги у теплоэнергосети образовались в связи с тем, что теплоэнергосети 4 котельные оставил в Кугесе. И сегодня Атлашева оказалась заложником этой ситуации. На днях администрация района полностью рассчитается за долги и тепло будет подано в дома Атлашевского сельского поселения. В детском саду в Ишлеях тепло будет подаваться от завода. Сейчас завершен ремонт блочно-модульной котельной. Но подрядная организация никак не может подписать документы, а ее руководитель скрывается. И такие проблемы с подрядчиком ни в одном муниципалитете. Тогда я поручаю Олегу Ивановичу вам подключить арсу и назор, а не ваше бедение, да? Как инспектора совместной жилищной инспекции надо найти это лицо и понудить, чтобы они подготовили всю документацию, соответственно, и представили. В ином случае разрешение на подключение газа не дадут. То есть эти дети, наши дети. Основная причина отсутствия тепла в домах в селе Вбатрио, по словам главы района, нерасторопность самих жителей. В ближайшие дни тепло в помещениях будет, заверил Николай Глухов. По его словам, есть в районе и другие проблемы. Потопление общежития плода питомника и училища. В их решении Глухов попросил помощи от республиканского правительства. Есть у нас обратная связь, поэтому даже те многоквартирные дома пока не имеют тепло, примите все меры, уважаемые главы администрации районных и городов. Вот самый лучший пример в этом году это город Чебоксада. Поэтому давайте работаем кругло, в суточном режиме, всеми частными организациями, которые пришли на этот рынок. На этот рынок они пришли с благословления должностных лиц администрации районов и городов, потому что без этого это не происходило и не происходит. Кто там ушел с работы, кто не ушел, это вопросы другие. Их надо всех заставить работать на благо жителей своих муниципальных образований. Обсудили на видеоконференции ход уборочной, которая в этом году затянулась. Вот в воскресенье темпы уборки увеличились и за воскресенье где-то 600 гектаров убрали. Но на сегодняшний день убрано 7 350 гектаров. Это составляет 69,5% от уборочной площади. Больше всего не убрано площадей в Батревском и Комсомольском районах. Завершается уборка картофеля в Ибресенском и Порецком. Низкие темпы в Красноармейском и Маргаушском. Сейчас к отстающим перебрасывают технику. В выходные на полях работали 2000 студентов. Наступившая неделя должна стать решающей. Погодные условия прогнозируются более благоприятные. Надо организовать работу вручную, после копалки, шевареалки, какие есть. Все нужно подключить для того, чтобы в течение этой недели по максимуму мобилизовать и население, и всех жителей, включая, допустим, и студентов с городов, для того, чтобы убрать эти площади. По словам Михаила Игнатьева, это не только возможность пополнить закрома, но и получить прибыль. Хлеб убирали в любую погоду. Татьяна Молкова, Андрей Спиридонов, Республика.